Друзья, всем привет! Меня зовут Павлова Наташа, я являюсь соорганизатором бизнес-тусовки «Взломай MLM», организатором обучающей системы S-Health 21 System. Еще много я могу чего о себе говорить, но хвалиться не буду, и поэтому сразу перейдем к теме сегодняшнего видео. А тема сегодняшнего видео у нас – почему же новички сдуваются, почему новички приходят в бизнес, сидят, не включаются в работу. То есть самая такая животрепещущая тема. Потому что одно дело – зарекрутировать новичка, одно дело его пригласить в бизнес, объяснить ему, нарисовать эти золотые горы, рассказать, каких он результатов сможет достичь, если будет делать определенные действия, а другое дело – заставить его действовать в конце концов. И все-таки единицы, которые приходят в бизнес, начинают действовать с самого первого дня, или хотя бы не с самого первого дня, но просто начинают действовать. И вот именно в этом видео я хотела бы рассказать несколько причин, показать вам буквально на пальцах, почему так происходит, и что вам не нужно делать, а что делать нужно. Итак, поехали! Итак, первое, что я хотела бы отметить, почему новички приходят и сидят, или приходят и уходят. Да, во-первых, это во многом зависит от вашего позиционирования. Мы привыкли думать, что сетевой маркетинг, он абсолютно для всех, и звать сюда нужно всех. Прям вот тащить сюда нужно всех, потому что нам надо доказать человеку, что только в сетевом маркетинге его жизнь изменится, да? А его взгляды могут быть вообще прямо пропорциональны, просто абсолютно другие, да, и совершенно никак не перекликающимися с вашим видением этого мира. Поэтому, во-первых, что должно быть? Мы как-то привыкли, что вообще сетевики – это люди, которые пристают на улицах, тянут за рукав к ним в бизнес, либо на какую-то презентацию какого-то продукта. И от этого у нас реакция на сетевой маркетинг, и, в принципе, на человека, который говорит «я сетевик», реакция такая, что «о, господи, нет, сейчас он мне будет что-то впаривать, и нет, 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 надо от него держаться подальше». Так вот, этого быть не должно. У вас бизнес, запомните, вы строите бизнес, вы бизнесмен, вы предприниматель. Зачем сюда кого-то тащить? Если человек не хочет зарабатывать, и его устраивает, его доход в 20-30 тысяч рублей, постоянные кредиты, постоянные долги, проблемы, скандалы дома из-за нехватки денег, но если его это устраивает, вы ему никак не докажете, что надо жить иначе. Ему нравится позиция жертвы, он привык к этой позиции жертвы, ему нравится этому человеку встречаться с друзьями за бокалом пива, обсуждать, какая у нас тяжелая в стране ситуация, какой плохой президент, как у нас все плохо, при этом сам он ничего не делает для того, чтобы менять свою жизнь. И эта категория людей, она имеет место быть, и поэтому нам, таким людям, совершенно не обязательно что-то доказывать. Но я знаю, что многие, кто занимаются, например, спамом или теплым, прозванивают, общаются с теплым рынком, у тех людей есть четкая установка – притащить человека в бизнес. А то, что этому человеку вообще дофени этот бизнес, то, что ему устраивает его болото, это как бы нас вроде как и не волнует, потому что мы должны человеку объяснить, что надо жить иначе. Так вот, это самая главная ошибка. И самое важное, что вы для себя, как сетевик, должны понимать – вы бизнесмен. Это к вам должны приходить люди и говорить – слушай, чем ты занимаешься, расскажи, расскажи, как заработать. А не вы должны бегать за людьми, устраивать вот эти вот встречи и навязывать свою идею бизнеса. При том, что вчера вы были Петя, который успешно, ну или неуспешно, просто работает на заводе. А сегодня вы приходите к своему другу Васе и говорите – слушай, Вася, тут тема такая есть. Бизнес, бизнес в интернете, MLM, вот продукт, вот каталоги. То есть, конечно, на вас будут смотреть, как на дурачка и просто не воспринимать всерьез. Поэтому зачем вам это надо? И, во-первых, вот оно позиционирование. Мы работаем в интернете, в частности, я работаю и рекрутирую только через интернет. Я не трогаю своих знакомых вообще. Мои знакомые сейчас сами ко мне обращаются и задают мне вопрос – слушай, а чем ты там занимаешься? И я как бы не хотим, ну, на, вон, посмотри, маркетинг-план, еще что-то. Потому что, честно признаться, своих друзей в бизнесе, ну, я бы не очень хотела видеть. Почему? А потому что так устроен человек, что он будет думать, что здесь есть какие-то поблажки для него, здесь есть какой-то блат. А блата никакого нет, везде надо работать, и для всех условия одинаковые. И что касается позиционирования. В интернете нужно выстраивать систему работы таким образом, чтобы люди к вам в бизнес спросились сами, чтобы они сами вам писали и спрашивали – слушай, что у тебя за бизнес, чем ты занимаешься, как мне попасть к тебе в команду? И именно этим мы занимаемся на просторах интернета. Плюс у нас сейчас идет квест «Взломай MLM». Это наша тусовка, это наша бизнес-игра, это можно уже приравнять к какой-то академии, или к школе, к университету, где мы реально учим людей, да, показываем начальные этапы, как устраивать в интернете систему работы таким образом, выстраивать, чтобы люди на вас подписывались и обращали внимание сами. Чтобы вы получали удовольствие от этого бизнеса, чтобы вы просто получали входящие заявки, когда вам пишут – слушай, ну как у тебя, как тебе в бизнес попасть? Расскажи, а, это очень круто, поверьте. И поэтому самый главный момент, самая первая ошибка, и она же и не ошибка, да, то есть если вы неправильно себя позиционируете изначально, это ваша грубейшая ошибка. То есть вы, получается, не как бизнесмен себя ведете, а как какой-то вот, как попрошайка, да, ну иди, ну пожалуйста, приди ты ко мне в бизнес. Но если вы будете позиционировать себя правильно с самого начала, то вы почувствуете, ну даже не с самого начала, это можно начать себя позиционировать с любого момента, главное начать, то вы почувствуете себя вот на этой вот высоте, что вы действительно бизнесмен, вы людям даете возможность, показываете возможность, как заработать в интернете. Поэтому начните прежде всего с этого. второй момент который хотелось бы разобрать почему люди окей они пришли даже на вас замечательного на ваше позиционирование что вы молодец да такой классный бизнесмен они пришли регистрируются и сидят честно признаюсь таких единиц и сейчас при правильном позиционировании к вам идут правильные люди к вам идут те люди которые реально идут работать но бывают такие случаи когда приходят люди и сидят просто сидят и начинаешь что-то писать и они ноль эмоций тут могут быть причины две причины я считаю во первых это первая причина которая кроется в самом человеке который просто вот он думал что вы уже спрятаем у дадите волшебную кнопочку бабки там или что там партнеры и он будет просто ее жать и все будет классно такого нет да везде надо работать вторая причина причина вас самих то есть либо вы еще неопытный наставник либо вы человека не поддерживаете не ведете в общем есть какие-то ближайшие причины но эти причины именно кроются в вас то есть опять же которые бы эти причины можно вернуть к позиционированию то есть что-то вы делаете не так посмотрите за собой что вы делаете не так во первых какие бывают ситуации бывают регистрируют человека кидают его куда-нибудь в общий чат и все дальше человек там сидит и варится вроде бы в общий чат дают информацию как работать в интернете но при этом как бы человеку не хватает вот именно партнеру новую в новому не хватает личного общения то есть самого начала вы должны человека вести то есть прям вот он зарегистрировался и вы его ведете пошагово все рассказывать обязательно общение голосом да сейчас классно то что можно например в telegram вконтакте везде можно писать голосовые сообщения обязательно голосом никаких писанин писанина это холодная далекая это вообще нам не нужно вот и если конечно вы человека начинаете 3 буш и да что давай 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 работай но он молчит здесь конечно да ну вы его не заставить да но эта категория людей которые просто вот они неизвестно зачем сами они ходят от наставника к наставнику от компании компании но опять же если у вас все правильно выстроено да и то изначально к вам пойдут при правильном позиционировании до к вам пойдут то есть ну давайте пометим что проблема в людям и при правильном позиционировании к вам пойдут правильные люди это факт сразу хотела бы обозначить такой момент что если у вас нет в команде в вашей системы обучения какой-либо до системы именно работы когда вашему партнеру дается все пошагово ok сначала то от сложного от легкого к сложному да то есть даем это 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 если вы ему он приходит к вам регистрируется его ему кидайте вебинар от компании какой на вот про продукт посмотри ну вот у нас там кто-то там какой-то вася из другой ветки писал маркетинг план на его тоже посмотри если вы собираетесь работать в интернете у вас должны быть инструменты вы должны быть подготовлены поэтому прежде чем начинать да наверное тут надо уровень 0 поставить прежде чем начинать у вас должны быть необходимые материалы именно ваши то есть запишите от себя маркетинг план запишите все фишки как вы работаете что делаете как вы работаете в социальных сетях если таковая информация есть запишите на эту тему видео уроки это не сложно делается это буквально у вас займет один-два часа времени вашего но потом вы эти видео уроки будете со спокойной душой давать уже своим партнерам люди будут видеть вас профессионала но ни в коем случае когда вы будете давать информацию каких-то там вообще даже не вашей структуры если вы будете давать информацию вашего лидера это тоже неплохо то есть принципе люди идут на лидера тоже да не будут понимать что они у него в команде и в принципе тоже будут чувствовать какую-то поддержку до что они в сильной команде находятся но ни в коем случае не каких-то там параллельных структур или заезженные вот эти вебинары от компании которые до можно от компании давать там по продукту что-то но если вы продвигаете свою команду именно себя как лидера то вы у вас должно быть обязательно несколько видео по теме как вы работаете в интернете обязательно от вас ваш маркетинг план с вашим видением всех фишек которые дает компания то есть да вот вот это вот тоже должно быть должно быть лично ваш если это интернет третий момент чего ждут почему не делают товарооборота вот у многих такой возникает вопрос когда люди приходят регистрируются и сидят не товарооборота ничего все приходит естественно вот сюда все изначально первоисточники естественно с позиционированием первая причина по которой вот я когда начинала в своей первой сетевой компании у меня с регистрациями все было в порядке ко мне регистрировались ну один-два человека в день я регистрировала то есть стабильно и у меня была проблема в том что у меня были такие большие ветки до 1 2 веткам и вниз там всех регистрировали и у меня была проблема в том что народ регистрировался на товарооборот из них делал едино по пальцам можно пересчитать сколько человек из них делала товарооборот и вот была огромная проблема естественно в том что ветки растут я то не растут потому что никто ничего не делает оглядываясь назад я сейчас понимаю что самая главная ошибка была конечно в том что у нас был неправильный рекрутинг да во первых мы спамили на тот момент то есть уже я людей волоком тащила да я их уговаривала дожимала там что-то им там вот рассказывал что вам сюда надо они в итоге соглашались вроде бы ну давай попробуем до приходили и потом я их начинала добивать надо сделать заказ надо делать то все то есть люди приходили настолько холодные что они даже что заказ мы так не договаривались я пришла сюда зарабатывать какой заказ обязательно мне делать заказ то есть вот такие шли разговоры я думаю многие за сталкивались с таким вопросами когда который больше всего убивают слушай можно я не буду делать заказа буду просто строить ветки ну как бы как бы вопрос очевиден ответ очевиден да на этот вопрос и вот такое было после того как мы выстроили систему которая существует в нашей команде этот вопрос отпал то есть человек приходит и он сразу заведомо знает еще до регистрации что он должен делать будет товарооборот это как бы само собой разумеющийся это как почистить зубы пойти при нынешнем до выстроенным но прежде чем выстроить то ту систему которая есть сейчас и я думаю что спустя там некоторое время на будет еще конечно круче но прежде чем ее выстроить конечно было много вот этих падений да когда ты вот спотыканий падения вот эти вот а камни преткновения и поэтому самое важное вы изначально должны своим людям давать какое-то условие то есть объяснять что окей у нас есть классная система обучения мы даем показываем там пошагово как мы растем все тебе даем всю 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 информацию будешь выполнять все будет шоколаде только делай но чтобы ее получить ты должен купить билетик то есть это тот товарооборот и человек должен понимать что бесплатный сыр только в мышеловке если вы к вам приходит партнер и вы сразу ему на тебе обучение на тебе вебинары на тебе то на тебе все то он начинает это воспринимать как будто ему должны но когда он сделает товарооборот он поймет что он потратил на это деньги что он ну как бы во первых он потратил на это деньги и он уже начинает смотреть по другому ему эти деньги надо отбить ему надо действовать уже мозг начинает двигаться в другом направлении то есть уже в правильном направлении у него все заточено поток как заработать они как но сейчас я посмотрю тут пару вебинаров ой фигня какая-то пойду к я вон там там покруче вот в той команде да поэтому обязательно вот этот вот рубеж у вас должен быть если его не будет так и будут к вам приходить смотреть на халяву учиться все что угодно и уходить поэтому для команды для я рекомендую это делать настоятельно и никого никого уговаривать не надо то есть народ должен за понимать и знать сразу сам что он приходит должен работать да если человек не готов работать если не готов делать товарооборот он вам не нужен и вы должны это понимать и спокойно прощаться с теми дэвидами которые вам не нужны которые не готовы вас работать то есть вы не очень потратите время а вдруг он там когда то включится не бывает вдруг он не включится он ляжет и вообще то мучени от простого на себе проверено что такие люди они не включаются запомните если человек сразу вам задают такиеientes вопросы если человек сразу не готов делать товарооборот если человек сразу настроен на какую-то халяву и задает вам соответствующие вопросы не бойтесь ему отказывать не будете сказать слушай наверное нет на вернем с тобой не работаемся я вот с тобой провела сейчас собеседование пришла к выводу что ты немножко не тот партнер с которым я хотела строить бизнес то что бизнес я этот выстраиваю на всю свою жизнь и мне здесь нужны качественные партнеры ну и конечно еще один из важных моментов почему не получается регистрировать людей сразу да конечно во первых это зависит и от человека самого то есть он пришел и он вот какой-то вот он ватный да вот ну как-то вот ему все тяжело дается то есть тут надо человеку время на учебу да вот поучиться то есть соответственно вас команде должно быть это обучение чтобы он где-то смог поучиться и первое с чего я рекомендую начать если человек человек совсем еще зеленый да в отношении млм конечно эта книга 10 уроков на салфетках кстати на моем канале есть плейлист где я записала уже 4 урока на салфетках но может быть к моменту когда это видео уже будет просматриваться записи думаю уже родится 5 6 7 8 9 10 до либо же дайте вашему партнеру почитать обязательно эту книгу чтобы он просто начал думать грамотно начал думать как бизнесмен именно вот предприниматель сетевого маркетинга изначально да то есть халявы здесь никакой нет но думать надо грамотно то есть сначала тогда даем время на обучение ведем его поддерживаем рассказываем даем всевозможную информацию отвечаем на его вопросы но бывает такое что люди приходят пытаются да ну и знаете я что хочу сказать если человек вкалывает работает то все будет хорошо регистрации будет если человек ищет какие-то вот обходные пути отступные все какие-то вот халяву какую-то да вдруг там атака косяк это нет это не получится это в любом случае нужно работать доработать нас на свой бренд личный да на себя чтобы люди к тебе шли с этим надо работать и поэтому изначально тоже должна быть выстроена система то есть на что вы зовете людей на баночку или на систему обучения или на вашу команду на что или на все вместе вы зовете то есть вы должны вот это вот определить то есть мы в нашей например кампу команде да в наши вот с моими вот ребятами да у нас выстроена равнозначно до продукт и система обучения но в приоритете мы изначально зовем людей на систему рекрутирования на обучение да а продукт у нас как само собой разумеющий И продукт у нас комфортный, да, то есть людям комфортно делать и товарооборот, и продукт рабочий, то есть отзывов негативных я, например, в интернете не встречала, ну, если только по какой-то глупости, да, там кто-то неправильно воспользовался продуктом, вот, а так, конечно, очень важно, и все, конечно, у нас возвращается к позиционированию, и самое главное, если вы хотите в интернете развиваться, у вас должна быть своя пошаговая система, у вас должна быть своя фишка какая-то, у вас должен быть свой бренд. Вот, поэтому надо в первую очередь работать над этим. И если вы до сих пор не поняли, как надо работать в интернете через личный бренд, да, каким образом нужно рекрутировать, каким образом вообще выстраивать систему, то я вас приглашаю на наш пятидневный бесплатный тест-драйв нашей бизнес-тусовки «Взломай MLM». Ссылка на чат, да, ой, простите, ссылка на регистрацию, бесплатная регистрация абсолютно под этим видео, поэтому заходите, заполняйте анкетку, то есть зайдете на сайт, на страничный, там вы увидите внизу принять участие в тест-драйве, присоединяйтесь и welcome, добро пожаловать на наш пятидневный тест-драйв. Старт у нас каждый понедельник, так что успейте попасть до определенного понедельника. Все, а на этом у меня все, всем спасибо за внимание. Если это видео было вам полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, следите за новостями, будет еще много всего полезного и интересного. Всем пока!